Война разворачивается, каковы ее движущие силы, мотивы ее участников и какие могут быть прогнозы. Все-таки главным участником, организатором и виновником войны является нынешний властвующий в Киеве режим. Очевидно, что этот режим с самого начала носил нелегитимный характер, сформировался в результате насильственного переворота. И начав с беззакония, этот режим в течение всего полугодия своего существования продолжает это беззаконие творить. Никакие реальные права человека, демократические нормы и прочие институты права киевским режимом не соблюдаются. Они попираются как вовне, так и внутри. Поэтому этот режим, очевидно, носит с самого начала и по сей день является нелегитимным. Он является фашистским во всех своих проявлениях. По сути, этот режим остается олигархическим. Фактически, власть на Украине принадлежит олигархам, крупным капиталистам, которые продолжают из войны извлекать выгоду. Что этот режим имеет общего с европейскими ценностями, ради которых Европа, Европейский Союз этот режим последовательно поддерживает? Если мы говорим о ценностях правого государства, о ценностях демократии, прав человека, то, очевидно, режим Порошенко, Ясунюка и Турчинова ничего общего с этими нормами европейского устройства не имеет, с этими европейскими ценностями. Очевидно, что он имеет нечто общее с постхристианскими ценностями современной Европы, такими как попрание семейных прав, расцвет гомосексуализма, игнорирование мнения большинства, ювенальная юстиция. Вот с этими традициями современной Европы киевский режим, несомненно, имеет прямую связь. Но если мы говорим об истинно европейских ценностях, связанных с правами человека, с демократией, социальным государством, то ничего общего этот режим с Европой не имеет. Но остается фактом, что европейские лидеры этот режим последовательно поддерживали и поддерживают. Этот режим не смог бы возникнуть, если бы не позиция Эштон, Борозу, Фюле, министров иностранных дел Европы, лидеров европейских государств. Конечно, это не первый раз в истории, когда лидеры европейских государств выращивают нацизм, а затем и фашизм. Так было в период Мюнхенского сговора в 1938 году, когда они благословили Гитлера. И, к сожалению, история учит европейских лидеров, видимо, только тому, что она ничему не учит. То, что Порошенко является нацистом, а теперь уже фашистом, не вызывает никаких сомнений. У меня лично и любой, я думаю, объективный человек это признает. Порошенко публично вместе с Яценюком неоднократно говорили, что на Донбассе живут нелюди, недочеловеки. Вместе с Тимошенко они призывали их уничтожать, вплоть до использования оружия массового поражения. И, наконец, выступая на мероприятиях в связи с Днем независимости Украины, Порошенко прямо свой режим подвел под преемственность небезызвестного режима коллаборационистов с Гитлером. Заявил о том, что режим, флаг и все прочие атрибуты украинской государственности исходят от акций УПА, украинской повстанческой армии, от коллаборационистского режима, который просуществовал буквально несколько дней с началом Второй мировой войны под прикрытием гитлеровских захватчиков. Таким образом, Порошенко ведет свою легитимность не от советской Украины, а значит легитимность украинского государства, не от Российской империи, не от Киевской Руси. Он ведет свою легитимность от гитлеровских коллаборационистов. Поэтому, тем самым, сам фактически доказывает в своих речах, выступлениях, действиях прямую преемственность между гитлеровскими коллаборационистами времен Второй мировой войны и нынешней властью на Украине. Собственно говоря, об этом написано очень много. Это видно и по символике, и по прославлению пособников Гитлера. Так что перед нами нацистский, фашистский режим, который, к сожалению, поддерживается европейскими лидерами. Возникает вопрос, зачем Европа это делает в лице своих лидеров. Когда еще до введения санкций мне пришлось встречаться в Берлине с наиболее, может быть, объективными представителями немецкого парламента и чиновниками Министерства иностранных дел, они мне на ушках говорили, ну ты же понимаешь, но это не мы, не мы. Это американцы нас заставляют, американцы от нас требуют. Мы ничего не можем сделать, говорю, как вы, суверенная страна, Германия. Ничего не можете сделать против американского давления. Ну да, вот мы такие, такие наши политики, такая наша традиция. И вообще у нас военные базы американские, мы вообще не освободились от американской оккупации. Так в кулуарах немецкие политики вам скажут, оправдывая невнятную позицию Германии в вопросе поддержки неофашистов в Киеве. Совершенно очевидно, что все факты говорят о том, что изначально нацистский режим, а теперь уже и фашистско-украинское государство формировались и формируются под прямым руководством Соединенных Штатов Америки, точнее спецслужб США, их агентов влияния. И реальным президентом Украины является не господин Порошенко, а является американский посол в Киеве. Именно они определяли, кому быть президентом, кому быть премьером, кому руководить Верховной Радой, когда ее распускать. И ни для кого не секрет, что Служба безопасности Украины, которая фактически руководит карательной операцией на Юго-Востоке, делает это под надзором и под руководством американских инструкторов, которые в течение всего этого периода беспрерывно находятся непосредственно в здании Службы безопасности Украины и ведут прямое руководство всей этой операцией. Может быть, именно этим и объясняется чрезмерная жестокость, полное невнимание к судьбам людей, игнорирование человеческого фактора. Американцы чужими руками, руками украинских нацистов, развязывают войну в Европе. И ладно бы только нацистов. Все украинское государство сегодня превратилось, как я уже сказал, в фашистское, которое чинит систематическое насилие над собственным населением, призывают людей в армию принудительно, три волны мобилизации, массовые аресты людей, которые не хотят идти в армию, и полное нарушение всех норм закона. У меня нет времени сейчас анализировать природу украинского нацизма. Я думаю, что на эту тему еще будут сегодня выступления. Скажу только, что украинский нацизм изначально носил и носит наносной характер, наносной и индуцированной, в данном случае, со стороны Вашингтона. Украина всегда была, есть и будет неотъемлемой частью русского мира. Это очевидно для всех, кто знает историю, кто знает культуру, прежде всего украинскую культуру и украинскую историю, кто знает основы нашей общей тысячелетней жизни. И в течение веков это единство России и Украины подвергалось испытаниям извне. На следующей неделе мы будем отмечать, отмечать, к сожалению, вспоминать с трагедией, со слезами на глазах, первый акт геноцида, учненный против русских на Украине, это русинская трагедия, когда такие же нацисты только сто лет назад, в период Первой мировой войны, под руководством австрийских военных, совершали массовые репрессии в Карпатской Руси. И до этого, и после этого, всегда внешние враги русского мира пытались использовать украинский нацизм для его ослабления, разрушения, и, к сожалению, иногда им это удавалось. Нынешняя версия украинского нацизма долго лелеялась, выращивалась Соединенными Штатами еще в период Советского Союза, когда сотни тысяч гитлеровских коллаборационистов вынуждены были бежать с территории Советского Союза после освобождения, и американские власти, и Канада предоставили им убежище, дали возможность дальше развивать свои нацистские взгляды, и Соединенные Штаты хорошо подготовили эту нацистскую колонну, которую десантировали на Украину сразу же после распада Советского Союза. И, собственно, все события последнего года убедительно показывают, что американское посольство изначально было центром подготовки и формирования нацистских боевиков, когда зам госсекретаря США отчитывалось в Конгрессе о том, что потрачено было 5 миллиардов долларов на демократические институты на Украине, на самом деле эти деньги в основном были потрачены на нацистских боевиков, на организации, которые формировали идеологию современного нацистка на Украине, на подготовку боевиков в лагерях, на обучение, и те методики, которые использовались в период Евромайдана, в период госпереворота, и по настоящий день используются украинскими нацистами, по их семантическому анализу, по анализу текстов можно легко видеть их авторов, которые находятся в Вашингтоне. Почему американцы это делают? Если для Европейского Союза, вообще для Европы, для Украины, для России происходящее на Донбассе сегодня это чудовищная трагедия, в которой гибнут тысячи людей, то для американцев это очередная хорошая война. Американские политологи, замечу, до сих пор в своих текстах, учебниках называют Вторую мировую войну, которая унесла 50 миллионов жизней, хорошей войной. Для США это была хорошая война, которая обеспечила Америке мировое лидерство. Также для них была хорошая Первая мировая война, вследствие которой Америка стала сверхдержавой. Для Америки всегда войны в Европе, это приток капитала, умов, это ослабление своих конкурентов, и это экономический успех, экономический подъем. Поэтому американские политологи не боятся войны в Европе. Они не боятся здесь жертв, они не боятся разрушений. И организация войны в Европе всегда для Соединенных Штатов была прибыльным делом. И уже сейчас, можно сказать, по их действиям на Украине, они свои военные расходы окупили. Мы не можем понять, где украинский золотой запас, где культурные ценности, есть сведения о том, что они вывезены в Вашингтон. Предрешена судьба транспортной системы, которая обещана американцам, месторождение сланцевого газа, которое находится как раз на Донбассе, откуда изгоняется сегодня население. То есть американский бизнес уже практически свои расходы окупил. И не считаясь ни с какими человеческими жертвами, спецслужбы США продолжают поддерживать эскалацию конфликта. Но дело не только в таких меркантильных интересах. Я прошу набраться немножко внимания. Я бы хотел сейчас буквально 5 минут уделить фундаментальным вопросом, почему Соединенные Штаты сегодня вынуждены развязывать войну в Европе. Пожалуйста. Обычно, точнее всегда за последние 300 лет, мировые войны происходят на стыке длинных волн экономического развития. Собственно говоря, и нынешний период характеризуется сменой длинных волн Кондратьева. Это процессы очень серьезных структурных изменений в экономике, когда один технологический уклад замещает другой технологический уклад. И в этот период происходит ломка экономической структуры, вперед вырываются новые технологические лидеры, страны, которые до этого лидировали, испытывают трудности с перенакоплением капитала в устаревших производствах. И для того, чтобы удержать лидерство, они пытаются политическим способом сдерживать конкурентов до тех пор, пока новый технологический уклад не пробьет себе дорогу. Но история последних 300 лет учит, что с каждым новым технологическим укладом на новой длинной волне роста вырастают новые лидеры, которые теснят старых и перетягивают на себя и интеллектуальную, и монопольную ренту мирового лидерства. Здесь показана схема замещения двух последних технологических укладов. На наших глазах сейчас поднимается новый. Он растет с темпом примерно 30% в год. В его основе нано-био информационно-коммуникационная технология. И он сегодня бурно поднимается во всех развитых странах, но этому подниму мешают сложившиеся институты, сложившиеся технологические структуры. И наиболее болезненно этот процесс происходит в предыдущих Соединенных Штатах, где самое большое перенакопление капитала в устаревших производствах. Следующая картинка, пожалуйста, она показывает, дает характеристику нынешнего периода. Нынешний период – это заштрихованные два столбца, второй столбец. Это период родов нового технологического уклада. В этот период происходит процесс перетока капитала из устаревающих производств в новое производство. Процесс очень сложный, потому что капитал далеко не всегда и не сразу находит новые технологии. Этот процесс сопряжен с большими технологическими рисками, поэтому он всегда поддерживается государством. Традиционной формой поддержки является эскалация военных расходов. В рамках ультралиберальной доктрины мира, которая сегодня доминирует в Соединенных Штатах и на Западе, государство может вмешиваться в экономику только в интересах национальной безопасности. Только в интересах обороны можно наращивать расходы, что, собственно говоря, сегодня Соединенные Штаты и делают. И за счет этого стимулирования спроса формируются новые технологии. Тот технологический уклад, который до сих пор обеспечивал экономический рост, основанный на микроэлектронике, он был рожден как раз в период Холодной войны, эпохи Звездных войн, когда гонка вооружения в космосе обеспечила переток гигантских денег в освоении информационно-коммуникационных технологий в Соединенных Штатах, которые были лидером этого процесса. И за счет этого перетока капитала, в результате эскалации Холодной войны, Америка вышла в лидеры на очередной длинной волне экономического роста. В 30-е и 40-е годы аналогичный период смены технологических укладов привел ко Второй мировой войне. Я не буду дальше эту тему развивать, хочу обратить только внимание, что характерные признаки этих переходов это скачок цен на энергоносители, это высвобождение капитала из производственной сферы и переток капитала в финансовую сферу, поскольку капитал не находит в производственной сфере для себя прибыльных направлений применения, пока не сформируется новый уклад. Нарастание финансовых пирамид, образование финансовых пузырей, турбулентность в экономике, рост напряженности, эскалация военных расходов, обострение военно-политической напряженности, продолжение экономической конкуренции другими способами. Все это мы наблюдаем сегодня. Именно такой период мы сегодня проходим. Можно в этот период было бы обойтись без войны? Очевидно, что можно, хотя до сих пор войны всегда сопровождали такие смены технологических укладов. Вторая мировая война, последняя на нашей памяти, ну и война холодная, которая фактически завершилась с распадом Советского Союза, тоже была войной. И в экономическом смысле холодная война, противостояние СССР и США, гонка вооружений, особенно в космосе, это было именно войной. Войной без применения оружия. Поэтому сейчас мы, на самом деле, находимся под риском не даже третьей, а по этой хронологии четвертой мировой войны. Ее можно было бы избежать, если бы страны, ответственные за мировую политику, сумели бы сформулировать какие-то общие, крупномасштабные проекты сотрудничества, целью которых были бы глобальные задачи, отражение глобальных угроз, скажем, глобальных угроз в космосе. Можно было бы предложить и развернуть крупномасштабную программу защиты Земли от космических угроз, от экологических бедствий, которая бы связала спрос на новые технологии с государственными интересами. Но американские геополитики предпочли идти по старому пути, пути, отработанному с 19 века, разделяя и властвую, пропаганда и выращивание идеологии расизма, нацизма, фашизма. Это излюбленные приемы англосаксонской геополитики, из-за которой Европа страдала многие столетия. И сегодня американские политтехнологи, американские политики недалеко ушли от своих коллег 19 века. Вместо того, чтобы пытаться через крупномасштабные программы сотрудничества, как наш президент предлагает, создание зоны экономического сотрудничества, единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, концентрация ресурсов на проблемах, которые волнуют все человечество. Вместо сотрудничества они нам предлагают снова войну. Война для них дело привычное, тем более война чужими руками. На следующей картинке, пожалуйста, показаны проблемы, с которыми США сталкиваются сейчас. Это, как вы видите, экспоненциальный подъем американского государственного долга. Соединенным Штатам нужна война для того, чтобы сбросить свои долговые обязательства. То есть, с одной стороны, война нужна для стимулирования расходов по освоению новых технологий через милитаризацию экономики, а с другой стороны, она нужна для сбрасывания своих обязательств. Война, как говорится, все спишет. И мировые финансы не являются исключением. И Вторая мировая война все списала, и распад мировой социалистической системы списал множество долгов. И за этим списанием долгов идет высвобождение нового пространства для мирового капитала, для его развития. И здесь это тоже важный признак переживаемой нами сегодня очень опасной эпохи. Дальше, пожалуйста. Новый технологический уклад носит гуманитарный характер. Я специально хочу на это обратить внимание. Можно было бы не развязывать гонку милитаризаций, не развязывать войну, а пойти по пути гуманитарных международных программ, потому что главным потребителем продукции нового технологического уклада является образование, здравоохранение и наука. На новой длинной волне половина экономики это будет гуманитарная сфера. В этом смысле эскалация военных расходов не дает того импульса для экономического роста, который бывал ранее. Если мы этот момент упустим, то несмотря на списание долгов, несмотря на эскалацию военных расходов, новый технологический уклад будет очень долго и мучительно пробивать себе дорогу. война здесь вряд ли поможет экономическому росту. Поэтому те политтехнологи, которые выражают интересы крупного капитала, думают, что с помощью войны они обнулят расходы и дадут прорыв к новым технологическим возможностям, на самом деле заблуждаются. Но, как я уже сказал, американская геополитика живет понятиями 19 века, где война играла ключевую роль. Дальше, пожалуйста. Здесь, кроме смены длинных волн в экономическом развитии, мир сегодня переживает смену вековых циклов накопления. Последние 300 лет характеризовались наряду с последней сменой шести длинных волн сменой трех циклов накопления. Генуэзского, голландского, английского. Сейчас мы переживаем четвертый цикл накопления американский, где лидируют Соединенные Штаты, вокруг которых сформировалась сегодняшняя система воспроизводства мировой экономики. И пока не было исключений. Смена цикла накопления это следствие того, что страны, которые формировали мировой экономический порядок, со временем в силу исчерпания возможностей роста экономического, в силу наращивания долгов, вынуждены уступать лидерство другим странам. И сегодня происходит процесс перехода от американского цикла накопления к азиатско-тихоокеанскому, где лидерами становятся Китай и Япония. Это очень болезненный процесс, который всегда сопровождается военно-политическими конфликтами. Странные лидеры пытаются удержать свое лидерство любой ценой, и Соединенные Штаты сегодня в наших глазах пытаются разведать войну в Европе именно для этого. В чем смысл войны в Европе с точки зрения интересов американского капитала? Во-первых, ослабляется сама Европа, которая является важнейшим плацдармом для американо-сантричного капитала. Американцы пытаются навязать Европейскому Союзу невыгодную для Европы зону свободной торговли. И ослабляя Европу, они ослабляют ее переговорные позиции, ее возможности, подавляют ее экономически и выкручивают руки, заставляя подписать соглашение о трансатлантической зоне свободной торговли. Эта война в расчете американцев приведет к падению всего русского мира. Окупация Украины, которую американцы уже совершили, вслед за этим они планируют развал России. И в этом плане ключевую роль они уделяют также нацизму, эскалацию радикальных нацистских движений в самой России, расширение хаоса. И Украина выбрана здесь не случайно. Война в Украине позволяет американцам развалить всю Евразию. Потому что Украина для нас не может быть врагом. Украина никогда не была и не может быть врагом для России. Мы не можем на Украине применять никакие серьезные виды оружия. Это просто все равно, что применить их против собственного народа. Поэтому американские стратегии очень хорошо понимают, что выращивая украинский нацизм, создавая украинское фашистское государство, ориентированное против России, они фактически ставят Россию в ситуации невозможности, невозможной войны. Именно поэтому так цинично ведется эта операция. Гибнут тысячи людей только для того, чтобы спровоцировать Россию на войну. Ведь ключевой замысел заключается в том, чтобы заставить российскую армию столкнуться с украинской армией. Чтобы война приобрела явный, видный, очевидный для всех характер. Это нужно для того, чтобы втянуть войну Европу. Пока у американцев не хватает аргументов для того, чтобы заставить европейских партнеров втянуться в реальные боевые действия. Для этого нужен открытый военный конфликт. И для этого применяется самая чудовищная провокация. Начиная от сжигания людей в Одессе и заканчивая сбитием пассажирских самолетов европейских партнеров. То есть американские спецслужбы и их украинская агентура идут на любые преступления для того, чтобы убедить Европу войти в войну против России. А для этого нужно спровоцировать Россию на введение войск на Украину. Вот собственно логика американских геополитиков. Мы стоим перед очень серьезной проблемой. Эта проблема не будет решена, не может быть решена быстро и легко. Следующая картинка показывает. Мы видим, что вот эта красная зона, которую мы сегодня проходим, это зона суперпозиции трех экономических, точнее четырех экономических кризисов. Мы сегодня находимся в фазе резонанса длинноволнового кризиса 50-летнего, векового кризиса столетнего, 25-летнего кризиса накопления. То есть мировая капиталистическая система с центром в Соединенных Штатах переживает сегодня чудовищную трансформацию по своим социальным, политическим, финансовым последствиям. И вот эта турбулентность она будет продолжаться еще несколько лет. И все эти несколько лет мотивы для разжигания новой мировой войны будут работать. Вы видите по, грубо говоря, отмороженной позиции американских спикеров, что они не собираются всерьез ничего обсуждать. Мы думаем, что это глупость спикеров США какая-то клиническая, когда они белые говорят, черные, черные, белые, вообще не отвечают на опросы, отвечают не в попад. Но это показная глупость говорит о том, что они не собираются и не хотят ни о чем вести переговоры. И поскольку главным действующим лицом являются не украинские нацисты, не Порошенко и не другие агенты влияния американского на Украину, а главным действующим лицом является заинтересованный в войне круги в самих Соединенных Штатах, эти круги находятся за пределами критики, за пределами общественного политического пространства, они и дальше будут войну провоцировать. Провоцировать руками украинских нацистов, превращая Украину в фашистское государство. Что с этим делать? И как нам уйти от этой опасности, как войну предотвратить и как в ней не проиграть, самое главное, как спасти русский мир, центром которого является Украина исторически и духовно? Это как раз предмет сегодняшнего обсуждения. Я желаю всем нам успехов в решении этих очень сложных и мало кому, к сожалению, до сих пор понятных вопросов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ